Теплая одежда и коньки, они вышли на лед не ради катания, а чтобы проверить качество покрытия. Одним из первых адресов стала хоккейная коробка на школе 17. Под площадкой проходит коллектор, поэтому есть ямы и выбоины, отсутствует освещение. Состояние льда крайне плохое, то есть на льду есть ямы, есть выпуклости, снег не убирают, конек просто тупится об этот снег. Крайне неудобно кататься, это доставляет небольшой дискомфорт. Это район острова Зейнгадой. Здесь ситуация абсурдная. С одной стороны старая, но очень прочная хоккейная коробка, буквально через метр новая площадка. Ее качество оставляет желать лучшего. Лед хороший, а вот высота у него разная. Дети могут получить травмы. Площадки, к сожалению, недостаточно квалифицированы или правильно установлены. И в связи с этим хромает и безопасность. То есть это влияет и на заливку льда, и на безопасность, повторюсь. Из восьми площадок половина на половину. Четыре площадки соответствуют качеству. И четыре площадки не совсем. Больше, так скажем, волнения у нас возникает площадка на школе 17 и в первом микрорайоне на территории школы 29. Еще одна точка в районе Сибво. Хоккейная площадка недалеко от школы фигурного катания. Каркас коробки заменили, а вот старый асфальт никто убирать не стал. На многих площадках есть ямы, есть бугры. Это в том числе и зависит от того, какую площадку выбрали для установки, собственно, хоккейной коробки. То есть мы сейчас находимся на хоккейной площадке на школе фигурного катания. И здесь, еще летом приезжая сюда, мы видели, что есть проблемы с покрытием. Здесь был асфальт, он был неровный, он был с ямами. Но, собственно, и лед, видимо, залили тоже на такое некачественное покрытие. Из-за этого страдает и качество льда. Сейчас главный вопрос в том, как были освоены деньги программы Центра экономического роста. Эксперты ОНФ заверяют, к подрядчику, который устанавливал площадки, можно предъявить претензии. Мы подготовим письмо соответствующей инстанции, где обратим внимание на то, что площадки установлены ненадлежащим качеству. И есть в этих площадках гарантийное обслуживание. И я думаю, что все-таки будут соответствующие сроки устранены эти недостатки. Потому что, если их не устранить, то у этих площадок ждет, так скажем, печальное будущее в дальнейшем. Юлия Сидельникова, Дмитрий Пенигин, ЗАПТВ.